МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет-привет! Меня зовут Мутугулина Гульфея. В эфире универ-ньюс. Самые интересные и свежие новости республики и не только. Смотри сегодня. КФУ обсудили создание научно-образовательного центра мирового уровня. В Казанском федеральном прошли плановые тактические учения по безопасной эвакуации людей. Опасный крупный астероид приближается к Земле. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в очередном заседании Государственного совета Республики Татарстан 6-го созыва. На заседании было рассмотрено 25 вопросов. Основным вопросом повестки дня стал законопроект о бюджете Республики Татарстан на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете обсуждали создание научно-образовательных центров мирового уровня в Республике Татарстан. Обо всех подробностях встречи расскажем в сюжете. В Голубом зале Казанского федерального университета прошло совещание, где обсудили создание научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Татарстан. Встреча состоялась по инициативе ректора КФУ Ульшата Гафурова. На ней присутствовал министр образования науки Татарстана Рафис Бурганов, первый заместитель министра образования науки Татарстана Андрей Поминов, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Содинов и директор Казанского научного центра РАН Олег Синяшин. В указе президента Российской Федерации от 2018 года Владимир Путин поручил создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. Правительство должно обеспечить присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Мы здесь собрались достаточно заинтересованные люди. Я уже не буду говорить, что было озвучено послание президента нашей республики на совете о необходимости создания НОЦ и участия в этом проекте, нацпроектах по науке. Через этот НОЦ мы можем привлекать сюда, наоборот, партнеров. Наши партнеры только должны работать через университеты и институты РАН. Ректор КФО особо отметил, что в создании национально-образовательных центров должны принимать участие все университеты, институты и основные промышленные компании республики. Объединение усилий ученых правительства Республики Татарстан и компаний региона, предложенное Ильшатом Гафуровым, обеспечит рост конкурентоспособности бюджета образующих предприятий республики и снятие зависимости от иностранных технологий. Если решение о создании новой структуры будет принято, то в ее задачи будет входить насыщение рынка новыми товарами, созданными на основе разработок отечественных ученых. Итогом встречи в КФУ стало понимание необходимости создания структуры, которая объединила бы как академические институты, так и университеты. Анна Глазунова, Ленарда Влитяров, Универньюз. Представители КФУ побывали на юбилейном пятом машиностроительном кластерном форуме «Индустрия 4.0». Матричное производство, повышение производительности без сокращения персонала. Форум проводится с целью передачи лучшего мирового и российского опыта цифровизации промышленности, формирования макрорегиональной стратегии развития отрасли машиностроения, смежных отраслей и реализации кооперативных инвестиционных проектов на территории России. Образовательный форум, который проводится уже в этом году пятый раз, где встречаются различные компании машиностроительного комплекса России, в том числе и Татарстана, на которых говорится о различных направлениях, данный форум посвящен как раз роботизации о вхождении промышленных предприятий в индустрию 4.0 и степень готовности предприятий. И одним из самых важных факторов, с кем мы туда зайдем, в эту индустрию 4.0, с каким персоналом. Спикеры форума рассказали не только о современных тенденциях подготовки кадров, но и о том, как они работают с высшими учебными заведениями, в том числе и с Казанским федеральным университетом. У нас очень близкая связь с КФУ, мы очень плотно работаем и с главным учреждением, которое находится в Казани, и точно так же с филиалом института КФУ, который находится на Бежахчелнах. Наши руководители являются заведующими кафедрами, читают лекции, студенты проходят производственную практику. Очень плотные у нас связи с ВУЗом. Есть также и совместные работы в области каких-то разработок. То есть мы не только используем возможность привлечения студентов, но и совместные разработки. В рамках мероприятия спикеры дали гостям форума верные советы, как правильно повышать производительность труда и развивать отрасли машиностроения. Дарья Курмышкина, Виолетта Басова, Универньюс. В деревне универсиады КФУ прошли плановые тактические учения по безопасной эвакуации. Подробности далее. В деревне универсиады Казанского федерального университета прошли плановые тактические учения по безопасной эвакуации. В них приняли участие 247 студентов КФУ. В рамках учения важно было проверить автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения, систему дымоудаления, а также поведение сотрудников частного охранного предприятия. По сценарию на шестом этаже произошло возгорание, сработали дымовые извещатели, сработала система оповещения. В это время включаются, у нас лифты опускаются на первый этаж, открываются двери, лифты не ходят. Приточная вентиляция отключается, включается система дымоудаления, включается система оповещения. Не выслышали внимания, пожарная тревога – это система нашего оповещения. После сработки автоматический сигнал идет в пожарную охрану и по 0,1 вызывается ближайшая пожарная охрана. По сценарию один человек на шестом этаже оказался отрезанным от выхода. Его огнеборцы спасли с помощью коленчатого подъемника. Все остальные студенты и сотрудники эвакуировались по незадымленным лестничным клеткам. Также на глазах у студентов спасатели показали, как тушить возгорание с помощью огнетушителя. Необходимо руки защитить либо рукавицей, либо другим материалом, то есть пальто или платом, чтобы подпадет под руку, чтобы не получить отморожение. Видели, как с огнетушителем работали наши добровольные пожарные команды. Из числа студентов у нас существует добровольная пожарная команда, которым мы обучили все. Это первые наши помощники во время пожаров, сработок, они первыми придут к вам на помощь. В результате учения руководитель службы противопожарной профилактики Казанского федерального университета отметил, что пожарная охрана сработала на отлично. Поэтому общая оценка тактических учений на территории деревни универсиады удовлетворительная. Астрономы Казанского федерального ведут наблюдение за сближающимся с Землей астероидом. 25 октября потенциально опасный космический объект пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты. Более подробно смотри далее. К Земле приближается потенциально опасный астероид, который пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты в пятницу 25 октября. Он принадлежит к семейству так называемых потенциально опасных астероидов, но при данном сближении ничего опасного для землян нет. На самом деле, где-то в районе 25-26 октября, то есть в конце этой недели, он пройдет на минимальном расстоянии от Земли примерно 6 миллионов километров. Это достаточно далеко, это примерно 16 расстояний от Земли до Луны. До сих пор никто из ученых не может точно сказать, как поведет себя тот или иной астероид при каждом следующем сближении с Землей, приблизиться к ней или отдалиться от нее. Все дело в том, что астероиды, сближаясь с такими крупными телами, как Луна и Земля, из-за гравитационного взаимодействия с ними могут менять свою траекторию. При прохождении вблизи Земли и Луны из-за гравитационного притяжения больших тел, со временем траектория астероидов может измениться. И, скажем, в следующие свои прохождения, через несколько лет, через несколько десятков лет, он уже может пройти ближе, чем 6 миллионов километров. А когда-то, в обозримом будущем, приблизиться на очень, там, еще более близкое расстояние. При помощи уникального российско-турецкого телескопа РТТ-150 ученые Казанского федерального университета могут отслеживать и изучать изменения траектории астероидов. Такую работу мы на нашем полутораметровом телескопе ведем. То есть у нас есть группа потенциально опасных астероидов, у которых мы отслеживаем траекторию их движения. И не просто траекторию их движения, для того, чтобы рассчитать траекторию, надо знать их массу. А для того, чтобы знать их массу, нужно знать, из чего состоит астероид, то есть каменный, он железный или углестый ханрит. Возможности нашего телескопа полутораметрового позволяют выполнять не просто наблюдение, по какому пути идет телескоп на небе, но также определять его блеск, получать спектр этого астероида и примерно оценивать, из чего он состоит. Это были все новости на сегодня. Береги себя. Пока-пока.